Ну, посмотрим. Но, в принципе, вам, протестантам, особенно не надо переживать по этому поводу, потому что о воскресении мертвых вам, скажу так, наверное, это не совсем вам даже. Скорее, это про восслабленных. Потому что у вас все-таки о рождении свыше идет речь, и люди, ну не все, конечно же, далеко не все, но большой процент именно перерожденных духовных людей. Это хорошо. Это отдельно, это другая тема рождения свыше. Но, дамы и господа, что касается православия, на сегодняшний день констатирую факт, что по сей час, к сожалению, подавляющее божевство, ну, более так, 99% до 9 десятых, даже священнослужители не знают Бога вообще, и пути спасения не знают. Поэтому для протестантской церкви актуальна тема пробуждения. Встань спящим, это актуально для вас. Для нас актуальный воскресень из мертвых. Но для всех актуально и освятит тебя Христос. Это для всех актуально. 100%. Вот, я убежден, что Бог спящих пробудет, мертвых воскресит и освятит свою церковь Христос. Аминь. И пусть Бог благословит вас, братья и сестры. И с того времени, когда я спрашиваю, а вы сами верите в реформацию православной церкви? Я говорю, до 2003 года я вот, как тот еврей, который говорил Иисусу, помните, верю Господи, помоги мы ему не верим. Вроде верю, вроде не верю. Понимаете ли, молюсь, верю. Начинаю общаться с ним, говорит, батюш, не верю. Думаю, какая она информация, не дожил бы не живу. И вообще, гормота могилы исправит. И вообще, а ну это надо, никому не надо. Понимаете ли, начиная молиться, опять верю. Потом опять не верю. И так было, вот с 96-го, после 2003 года, у меня вот такое было, это вот сплошно убивание было. Знаете ли, но в моей духовной жизни, говорю, вот еще, но с 2003 года по сейчас, уже в 18-й год, я, ну скажу так, я уже другой. Я не могу сказать, я верю или не верю. Я знаю. Я просто знаю, что я сам это прощупал. Я это как Фома, знаете, потрогал. Фома уже потом убеждает, не переубеждает, ему, как бы, что-то не говори ему. Хоть кол, кол на голове чешейку, как говорится. Бесполезно с ним говорить. Он уже сам знает, он потрогал, батюшки в раны поместил, он сам знает, что это действительно Господь наш. Все. Вот некоторым товарищам нужно, видимо, просто потрогать. Я, наверное, из таких твердолуков, нужно потрогать. Я потрогал все, теперь я знаю точно. Это будет, реформация будет. Хотя, по-человечески, она на сегодняшний день еще более невероятная вещь, чем даже 20 лет назад. Но я верю, что это возможно, потому что я это знаю. Но и были другие случаи воскрешения из мертвых, не менее впечатляющие, но без таких знаковых вещей. Да, и как объяснить, что... Да, пойму мертвых воскрешайте, больных исцеляйте. Вот, это для всех нас поручение. И самое главное не бояться. Хотя я понимаю, что и в моей жизни не все мертвые, за которые я молился, воскресли. Это, честно признаюсь, сразу признаюсь. И сразу, чтобы вы не настраивались, что... Понимаете, чтобы вы не испугались, например, помолились и не воскресли. Чтобы вы потом как бы сказали, о-о-о, а я потом думал. Не думайте об этом. Вообще, молясь или за исцеление больного, или за воскрешение мертвого, знаете ли, постарайтесь не думать о последствиях. Постарайтесь предать все это Богу. Потому что наше дело помолиться. А Божье дело уже воскресить или там исцелить и прочее. Хотя я понимаю, что по человечески чисто очень сложно. Особенно когда ситуация такая с болезнью, допустим, но которая в твоем понимании... У каждого свои какие-то тараканы, как говорят. Какие-то свои понимания. Одному кажется, одна болезнь более неисцелимая. Другому кажется, другая болезнь более неисцелимая, допустим. Но на самом деле все это наши страхи, какие-то фобии религиозные. На самом деле для Бога никакой разницы нет. Какая болезнь, всякая, такая, проказа, зараза какая. Для Него никакой разницы нет. Он все исцеляет. Это наши чисто такие человеческие, психологические такие забубоны. Надо просто Богу довериться, я понимаю, и делать свое дело. А Бог делать свое дело уже. Вот это из таких наблюдений. Да, и еще, я возвращаюсь к вышесказанному, к началу сегодняшней этой проповеди. Напомню вам, просаривается Богом. Потому что это, я так наблюдаю по своему даже христианству, когда мало просолки, когда ты сам по себе стараешься. Сначала огурец, если он в рассол из рассола, в рассол из рассола, он не просолится. А ты груза, что требуется в просолке? Первая самая, ты груза какая? Не дергайся. Попал в банку и не дергайся. Просаривайся. Просто будь в его присутствии. Все, расставься. Потому что если будешь дергаться, будь туда ходить, наружка. Никакой в просолке толковый не будет без тебя вообще. И так будешь, ни рыбы, ни мяса. Поэтому лучше расставься в Боге, благодари Бога за все, молись, все. Пропитывайся им Богом. И это позволит тебе в тяжелых каких-то обстоятельствах, ну, не обозориться. Вот, будь на коне уже. Оно как бы интуитивно. Как, допустим, вот если по налоге, допустим, со спортсменами, да, они тренируются, тренируются на тех, что уже это уже не, как говорят, память уже мышечная. Уже даже мозгами особо не думает он. Просто бабацки, и у него это получилось. Почему? Потому что он уже это агрегатировал тысячи раз уже. Понимаете, он уже процесс прогнул тысячи, десятки тысячи раз уже. У него это на уровне просто интуиции. Поэтому раз, допустим, больной, а у тебя на уровне интуиции. Ты пропитался Богом так, что все просто об руку возложил, все, он здоров, все, и он здоров. Ну, потому что он уже отработал тысячи раз уже у тебя. Это из практики. Но самое главное, у тебя не получится ничего, если ты не будешь пробовать. Не один больной не исцелить, если ты не будешь возлагать своего друга. Хотя, я не знаю, может быть, у нас другие уставы, но пока это не есть устав Иисуса Христа, я это знаю точно. А устав Иисуса Христа, все, он такой, мертвых воскрешайте, больной, исцеляйте. Даром получили, даром давать. Все, сейте с полу Божью, несите Евангелие. Здесь особого не надо благословить, батюшки там или паспора или того. Чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Вот. Как объяснить, что евангелисты... Я не очень уверен, что это так написано. Короче, достаточно подробно в Господе Христа, Его рождение произошло в 12 лет. И вот про остальную жизнь великой ищенскими сказанными словами, до начала его служения в 30-ти. А, вот, с 12-ти до 30-ти, да, как бы, ага. Так, и читая Деяния, 5-я глава, задумываясь, почему Бог, который есть Бог, Бог так жестоко поразил Анани и Сапфир. Ну, я сразу скажу, что мое мнение, что это было неправильно, вообще, что это был не Бог. Ну, это, опять-таки, есть дискуссия богословская уже такая больше, знаете ли. Потому что есть разные мнения по разным вопросам. Вот. Я считаю, что Петр был неправ. Вот. Мое мнение, что это дух инквизиции вообще. Вот. Потому что, как бы Иисус поступил на месте Петра? Сказал ли он бы такие слова? Хотя, из команды Иисуса Христа, Иуда был, из Кариотки, помните, да? Он, думаю, согрешал и побольше, чем Анания. Он ни разу, он воровал. И думаю, что у Иисуса было больше морального права сказать Иуде однажды, что вот, ты солдат не мне и не братьям, ты солдат Духа Святого. Вот. Но Иисус так не сделал. Он до последнего называл его другом и целовал его, и давал ему плевуши. Знаете ли, вся наша беда, что апостола Петра, что моя, что кого угодно из нас, сидящих в зале, любого человека, гоносапиенс, любой разумный человек, вся беда в том, в нашей непохожести на Господа. Надо пропитываться им, чтобы выступать, как он в этой мире поступал. Вот. И в деяниях апостолов не только хороший пример данный, но думаю, что пример с анализа Петра – это плохой пример, который нельзя нам наражать в таком примере. Я в этом глубоко убежден. Что, например, Дух Инквизиции. Как ученики Иисуса Христа также говорили, вот мы сейчас помолимся, сойдет огонь. Они знали, что реально все это. Это возможно. Они видели чудеса, они ощущали силу Божью. Они понимали, что сейчас они помолятся, и реально сойдет Дух в виде этого огня, исполитое Село Самарянское. Но Иисус сказал им, хотя он понимал, что это все реально, но он сказал, не знаете, какого Духа. Сын человеческий, он пришел спасать погибающего. И моя молитва о том, чтобы христиане были похожи на Христа. И сам я, как христианин, хочу быть похожим на Христа. Дальше я не буду уже, наверное, читать. По поводу служения Христа, служения Иисуса, поговорите с Ним, с Господом. Автор записи тоже рекомендую. Если вам интересна его жизнь с 12 до 30. Духу Святому это не так интересно, потому что Духу Святому интересна его жизнь именно с 30 лет. Потому что именно тогда он, как Спаситель, не просто как обычный грей вышел на сцену, а как Спаситель, как Господь, как Искупитель рода человечества. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Да, конечно, я про обучение своих, говорю некоторые вещи такие, очень такие, извиняюсь, спорные, как бы, тоже. Но я держусь права, у вас знаете, какого? Не соблазняйтесь, братья. Потому что, простите, если что, кого муж соблазнил, каким словом, тем, но. Поведение, но самое главное, знаете, что, как Августин, влашение, говорил еще в пятом обете, в главном у нас должно быть единство. Во второстепенном свободу. А во всем любовь. В главном единство. У нас главный Господь наш, Бог наш святой. Во второстепенном, в более третьем степенном, свобода разнообразная. А во всем любовь. И благословляю вас словами благословения священников. Вот, и в этом благословение прошло так же. Вот здесь вот, то, что было за сестру Шуру, вот, и за всех, кто страдает. Моя сестру тоже накануне приезда сюда, вот, прямо искушение было такое, знаете, у него резко давление подскочило. Я даже думал отложить поездку. И там забронировал уже поездку, а казан отказался. Вот, резко давление вызвали скорую помощь. Кстати, она так и не приехала. Но уже через час мы уже дали отбой, потому что уже давление нормализовалось. Молили, слава Богу, за невестную скорую помощь, которая успела вовремя. Знаете ли, если даже земная замешивала, ну, думаю, даже в этом был промысел Божий определенный. Потому что невестная помощь пришла хорошо. И с 200 давления, 200 на 100, представьте, ну, так вот, стала опускаться постепенно, постепенно и нормализовалась. Вот, и на выходе она уже чувствовала себя хорошо. Были небольшие повышения давления. Я думаю, что тоже есть и природные какие-то, да, болезни есть. Но есть непосредственные диагнозы, атаки, всякое бывает. И сейчас прошу идти за сестру Шуры, за всех братьев, сестер, кто не нужен, чтобы Господь благословил свое исцеление. Потому что Он добрый Бог и благой, и Он хочет действительно, чтобы все не спаслись. Исцелены были, благословлены Его желания. И пусть будет так. Аминь. Аминь. А благословит тебя Господь, и сохранит всегда. Да, призрит на тебя Господь, светит лицом Своим, и помилует тебя. Да, ради Господь, лицом Своим на тебя. Да, ради Господь, и даст тебе мир. Субтитры подогнал «Симон» 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 Христа, Мессия. Аминь. Бог Авраама Исаако Якуба, Отец наш, сущий на небесах, да остается имя Твое, и да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай вам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не беди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Благослови Господь всемогущим, народ свой миром, своим шаломом. Благослови землю любительскую, благослови всех любящих тебя, тебя боящихся в этом городе, в этой земле, во имя Христа Иисуса. Благослови спящие души, пробуди Господь, пробуди Господь тех, кто вздремал, те, чьи светильники погасли или погасают, Бог пробуди народ свой. Боже мертвых воскреси тех, кто лишь именуется своим святым именем Христа, но в реальности мертв еще, не знают Бога, и пережил этот возрождение духовного Божия под милой души, ради имени Своего, Божий, и воскреси мертвое, и освяти церковь свою, Христос, в этот последний час. Благослови Господь народ свой миром, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Спасибо, брат Сергей, и Господь благословит. На этом наше служение закончено. С миром Божиим, благослови мимо. Да, да. Спасибо. 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 Спасибо.